Имя выдатного ученого Непарылна связано с Гомелем. Тут прошло их детинство становления, как навуковца-психолога. Упирает працевыкладчикам у Гомельским педагогичным техникум, и он организовал первую в Беларуси – экспериментальную психологичную лабораторию. Сустреча доследчиков спадча Новогодского у Гомеля, по сути, завершает цикл международных форумов, которые проходили в 15 краинах света в опошние месяцы. Беларусь, Россия, Украина, Израиль, Латвия и Бразилия. Науковыми установами згитых краин представлена география конференции. Для Гомельского университета это честь. Но я должен сказать, что конференция, которая будет проходить сегодня, является в Гомеле традиционной. Например, в 1996 году в университете проходила часть крупного международного конгресса психологов, который проходил в несколько этапов. Первый этап был в Москве, второй в Минске, наконец, в Гомеле. И с тех пор подобный форум психологов стал в университете традиционным. В этом году со встречи проходит в шестый раз. В зале докторы навук, профессоры и академики. Особливый гость конференции доктор психологичных навук, профессор, унушка Льва Выгодского, Алена Крауцова. Вообще очень приятно, что они забывают Выгодского, в том числе и в Гомеле. А с другой стороны, получилось так, что Лев Семенович считал Гомель своей родиной, несмотря на то, что родился в Борше, передал свою любовь моей маме, своей старшей дочери. Она уже, в свою очередь, передала мне. И первый раз я сюда приезжала, сюда с мамой. И сейчас я уже стала привозить своих детей тоже, чтобы, соответственно, вот тогда, когда они смогут приезжать, они знали, что есть такой замечательный город Гомель, где чтут их родственников. Вообще город совершенно замечательный, совершенно замечательный в Лизме. Навуковые працы Льва Выгодского, яким уже больше по 100 годзе, не страчвают актуальности. И в наших дней распрацованные у свою частую орой смогут допомогать батькам и педагогам в выховании сучасного поколения. Я не могу быть выкористаны в выращении широку найденных проблем 21-х 100 годзе, на приклад узденья сродка у массовой информации на развитие у детей. Сегодня, в век информационных технологий, в век, когда знания становятся набором фактов, а не умением видеть мир, вот эти основания теории Льва Семеновича Выгодского имеют, я вам скажу, не просто актуальное, а первоочередное значение для развития сегодняшнего социума и, в принципе, для процесса социализации любого человека. Программа и форума продуглежена так само наведыванием мест, связанных с Львом Выгодским. Удельники наведуют гумельский державный педагогичный колледж, и, киносит его имя, побывают с экскурсией в гумельском палаце Румянцевых и Паскевичоу. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гумель».